Позвольте представиться, если кто-то еще меня ни разу не видел на наших вебинарах. Меня зовут Анна, я представляю фид-департамент компании Pug Group. Рада заниматься направлением Турции развивать в нашей компании все больше и больше. А из года в год мы готовим вам больше и больше новинок. И искренне надеемся, что вам по-прежнему приятно и комфортно с нами работать. Дальше переключаю слайд. Привет. Наш замечательный Максим познакомил вас с нашими анатолийскими историями в Турции 5-го числа. Напомню вам, что после сегодняшнего разговора о Подране мы встретимся с вами снова в пятницу. И я расскажу немножко вам о Стамбуле и Каппадокии. Хотелось бы заметить, что большие вебинары и по Стамбулу, и по Каппадокии, их несколько у нас есть. Они прекрасно существуют на нашей платформе в YouTube, которая называется Pack Expert. И если наш пятничный разговор будет несколько краткий, он будет посвящен больше новинкам, о которых мы не говорили в предыдущих вебинарах, если вас интересует полноценный рассказ, полный впечатлений только что вернувшегося человека из Каппадокии в очередной раз, то вы можете посмотреть наш вебинар на YouTube и познакомиться более глубоко с продуктом, чем мы это сделаем в пятницу. Правила въезда в нашу замечательную страну, которая на данный момент, естественно, является лидером по туристам из России, которая облегчила настолько, насколько уже возможен въезд наших граждан, чему мы очень рады. И, безусловно, Турция номер один по количеству гостей сейчас, и это будет наверняка продолжаться вплоть до зимы, хотя зимой мы также отмечаем значительное количество гостей в эту страну. Спасибо огромное туркам за то, что идут навстречу абсолютно во всем. Напомню, правила въезда Максим вам озвучивал не так давно, но если вдруг вы не смотрели наш предыдущий вебинар, мы можем сделать любую вакцину, которую одобрана Министерством здравоохранения России, распечатать через госуслуги через 14 дней после повторного укола. Через сайт госуслуги мы можем распечатать с вами сертификат на английском языке и предоставить его на границе. От себя скажу, что турки настолько лояльны, что мало проверяют все эти тесты, либо справки на антигены, либо справки на вакцинацию, но, тем не менее, мы должны давать достоверную информацию, а в любом случае вы не сядете на самолет без этих справок здесь, в России. Справка должна быть либо о вакцинации, либо, если вы не вакцинированы, ПЦР-тест в течение 72 часов до прилета в страну, либо справка на антигены, что, в принципе, не сильно популярны среди российских туристов по понятным причинам. У нас сейчас с таким наплывом желающих сделать вакцинацию. Здравствуйте, Наталья, спасибо большое, что присоединились. В связи с таким большим наплывом желающих сделать вакцину в нашей стране, даже антитела не везде делают, поэтому антигены уже подавно, но если хотят наши гости предоставить такую справку, то, пожалуйста, именно антигены, не антитела. Сроки действия паспортов для граждан России 120 дней момента плета в страну, но мы очень просим все-таки заранее позаботиться о том, чтобы сделать новые паспорта, тем более, что сейчас массировано ходят слухи о том, что без прививки их перестанут давать. Насколько это вероятно, мы еще пока не знакомы с этим, никто не сталкивался, но тем не менее. Переходим дальше к нашему слайду о том, что мы делаем в Турции. Думаю, опять же, рассказывал вам Максим, у нас лояльные условия отмены отелей, у нас огромное количество регионов посчитано, и так давно вышла новая новость от Росавиации, которая разрешила летать еще из 13 городов России в эту страну. Вот меня лично немножко, как менеджера по продажам этого направления, смущает такое количество перевозки, и чартанной, и регулярной. Я хотела бы напомнить вам, что с 19 по 23 июля – это пиковые даты для этой страны, потому что будет отмечаться национальный праздник, местный. Мы его не отмечаем, но только активно его отмечают, очень сильно любят, это Байрам. И даже сейчас мы видим огромную нехватку комнат на эти даты. Мы очень просим позаботиться, если ваши гости хотят посетить Турцию именно в середине июля о номерах заранее. Но в целом, если мы будем смотреть с вами загрузку топовых отелей не только в Бодруме, но и в Анталии на предстоящий остаток сезона, на август, на сентябрь, это действительно уже сейчас проблема. Поэтому, пожалуйста, нужно позаботиться о том, что если ваши гости хотят поехать именно туда, когда хотят, а не куда остаются места, лучше это сделать заранее. Все пакеты у нас рассчитаны. У нас очень много отелей в онлайне, как партнерских, так и динамических цен. Поэтому прежде чем делать фид-запрос, фид-департамент, просьб рассчитать какие-то определенные отели, будьте добры, взгляните, пожалуйста, в онлайн. У нас очень прогрессивная платформа. У нас постоянно идут какие-то изменения для того, чтобы вам, нашим дорогим агентам, было удобно с нами работать. Поэтому взглянуть туда тоже мы вам искренне советуем. Но мы по-прежнему открыты для ваших запросов, в вашем личном кабинете, на любые необходимые для вас отели и перевозку. Пришли мы, главное, с вами к Бодрому. В двух чертах. Я думаю, что на самом деле по Бодрому есть все-таки представление, что это такое. Но, тем не менее, в двух словах скажу. Значит, море Эгейское, оно у нас несколько более прохладное, чем Анталийское побережье, Средиземное море, в Анталии, по-русски, если говорить. Оно более прохладное, поэтому здесь меньше влажность. Если в июле и в августе вы, выходя из аэропорта Анталии, почувствуете прямо влажность, серьезную влажность, она сейчас достаточно серьезная, потому что море очень теплое, да, оно потрясающе чистое и красивое. Но, действительно, в Анталии сильная влажность. В регионе Бодрому влажность выше 35% в принципе не бывает особенно, поэтому здесь прекрасно отдыхать с детьми. Людям, которым действительно тяжело испытывать какую-то влажность на себе, такую тяжелую, лучше все-таки выбирать Бодрум. Здесь 14 бухт. Это жемчужина на западной части Турции, который буквально виден у вас из некоторых отелей, греческий остров Кос. И абсолютно точно, что греческая история переплетается очень сильно с регионом Бодрум. Достаточно сказать, что Бодрум – это бывший Галикарнас. И здесь огромное количество вообще в этом регионе исторических достопримечательностей, с которыми мы действительно призываем ваших туристов знакомиться, не только ограничивать себя пребыванием в отеле, но и посвятить все-таки какие-то минуты, часы или несколько дней для того, чтобы изучить историю этого региона, потому что она действительно очень богата. Вообще в Турции, на самом деле, мне кажется, вот когда мы говорим о какой-то истории, когда мы хотим отдохнуть не только красиво, но и познавательно для себя, наверное, первое, что приходит на ум, это, конечно же, Италия. Но, к сожалению, на данный момент большинству гостей она недоступна, поэтому если любознательный гость хочет что-то новое для себя открыть, и он был в привычной части Турции, пожалуйста, напомните ему о том, что Бодрум есть рядом Эфес потрясающий. С самым Бодрым очень много всяких разных красивых исторических достопримечательностей, поэтому здесь прекрасно провести время в потрясающих, абсолютно невероятных отелях. Сегодня мы расскажем вам о тех, которые являются лидерами продаж в ПАК-групп по направлению. Мы не можем, скажем так, заставить вас посвятить половину дня для того, чтобы узнать всю отельную базу региона, но это невозможно в принципе, да, и знаем все, что у вас очень много работы и так. Поэтому здесь только лидеры, тех, которых мы убедительно, качественно, здорово и в огромном объеме продаем в ПАКе, и расскажем вам сегодня немножечко о них. Самое интересное, наверное, самое захватывающее, что есть у нас в центре города, это «Елкова комарина». Думаю, что многие слышали когда-нибудь раньше это название. Если себе представить, наверное, такую, знаете, удивительную историю, когда вы выходите на берег Эгейского моря, потрясающе красивая вода, потрясающе дорогие, безумно дорогие, это сразу видно, это сразу понятно, яхты в многочисленном количестве пришвартованы именно в «Елкова комарине». Здесь, на самом деле, вы никогда об этом не узнаете, но очень многие звезды Голливуда любят швартоваться в та же. Кэтрин Зелта Джонс или Стинг достаточно часто заезжают в «Елковак» на своей яхте и швартуются здесь, потому что то, как можно провести время именно в «Елковак», это престижно, это уникально, это очень атмосферно. Здесь представлено огромное количество ресторанов, в частности, Новиков открыл свой не так давно здесь ресторан, он не настолько еще, скажем так, ударен временем, наверное, так правильно сказать, но то, насколько он популярен, насколько он даже со своим коротким меню действительно загружен, это, конечно, очень ценно. Группа Новикова открывает в этом году в «Елковак Марине авокадо», это новый ресторан, который будет управляться также «Новиков групп», и если что-то новенькое хотите попробовать именно в «Елковаке», это всегда можно сделать, потому что на самом деле здесь каждый год открывается что-то новое. Есть замечательный «Зум». «Зума Бар» – такая история, которую тоже нужно обязательно посетить. Это действительно дико красиво. Во-первых, когда вы приезжаете туда вечером, здесь есть бассейн, здесь есть потрясающий вид на Агейское море, на маяк, и вот когда солнце садится, а вы с потрясающим коктейлем смотрите на это и наслаждаетесь, чел такой музыкой приятный, можете потанцевать после, когда действительно тогда уже разойдется атмосфера. «Зума» – мега популярное место. Во всех ресторанах «Елковака» мы искренне советуем бронировать рестораны заранее, в частности, с нашей помощью, потому что если вы приехали просто погулять в «Елковаке», хотите заглянуть либо в «Зуму», либо в «Новиков», к сожалению, может быть такое, что вас не пустят, потому что банально нет места. Чеки действительно серьезные. Никто не говорит о том, что это демократично по ценам, но, например, если сравнивать тот же «Нусред», который есть у нас в Дубае, в Нью-Йорке, в Стамбуле три ресторана, где бы вы ни встречали «Нусред», он действительно популярен, и мы все прекрасно знаем, особенно я, например, точно знаю, что такого мяса, которое готовит этот шеф в этом ресторане, я не попробовала, наверное, никогда нигде в своей жизни. Пробовала я это в Стамбуле, но вот если сравнивать цены, «Нусред» в «Бодроме» стоит примерно в три раза дешевле, чем в Нью-Йорке. То есть это в любом случае, конечно, не настолько демократично, насколько можно себе представить, но в сфере наших новинок в России, когда вам очень сложно будет посетить в ближайшем будущем ресторан, когда у нас невозможно будет покушать без QR-кода на веранде, мы всех приглашаем в «Елакова» к Марину, потому что здесь таких ограничений нет. Приезжайте, наслаждайтесь высокой кухней, с видами на потрясающее море. Вам не нужен QR-код для того, чтобы зайти в турецкий ресторан, что очень ценно. Также крайне популярны «Солд», это какие-то совершенно космические морепродукты по уровню приготовления, но я, честно вам, скажу от себя, что, наверное, «Солд» самый дорогой. Вера, ну а что остается? Ну, как бы, это действительно сложно покушать в ресторане в России. Мы знаем, что турция у нас замечательно сняла практически все ограничения. Если говорить о том, что осталось сейчас из ограничений, если это дискотека вечерняя, поздняя, то она в закрытом помещении будет у вас только до 10 вечера, а если она на открытом воздухе, то до 12. Я не думаю, что это какая-то проблема, особенно, особенная, да, проблема. Люди, которые хотят тусить, они все равно найдут способ, как это сделать. Но если говорить в общем, конечно, ограничений в Турции намного меньше, чем их есть сейчас у нас. Ну, вот, к сожалению, в такой реалии живем уже который год. Также в «Елаковак Марина» представлено огромное количество брендов. Бренды самые крутые, наверное, которые мы все с вами знаем. Очень красивый магазин «Диор». Даже если вы туда не заходите с целью шоппинга, поверьте, девушке сделать красивые фотографии на его фоне в Инстаграме будет очень полезно и полезно для вашего аккаунта. Очень красивое место. Магазины прям вот целой чередой у вас идут по всей «Елаковак Марине» заглядывать туда. Это очень интересно, красиво и стильно. И, конечно же, да, как я вам упоминала, что очень многие мировые звезды шватуются именно в «Елаковак Марине». Конечно, они занимаются шоппингом, поэтому встретить, гуляя по «Елаковак Марине» какую-нибудь очень известную звезду, которая вышла к вам на встречу из «Луи Вьеттона», почему бы нет, да? Очень много магазинов, очень красивое место. И, конечно, каждый гость, который отдыхает у нас в Бодроме, хотя бы раз должен посетить посетить именно «Елаковак Марину», ну, на мой взгляд. Без этого очень сложно представить себе отдых в Бодроме. Среди достовремечательностей, о которых я уже упоминала, что это древний Великорнас, что здесь было действительно очень много всяких разных исторических событий в этом регионе. Кстати, в Бодроме нельзя строить высоченные здания. Если мы с вами будем подлетать к Анталии и к Бодрому, прямо вот самолеты, это очень сильно заметно. То есть так как изрешительна территория Средиземного моря в Анталии, наверное, очень сложно как-то соревноваться, потому что огромные здания, огромные отели, вы их видите в самолеты. И также, когда находитесь на отдыхе в этой части Турции, вы понимаете, что, в общем, там можно строить все, что угодно, чего нельзя сделать в Бодроме. Стараются соблюдать стиль такой греческий, малоэтажных зданий. В основном это светлые цвета, что радует глаз. И для людей, которые отдыхают красиво, наверное, это также дополнительный плюс. А вот с точки зрения истории, у нас есть здесь мельницы, очень красивые, которые также очень красиво фотографироваются, очень многие гости поднимаются сюда. Это остатки, ну, остатки, наверное, не так красиво говорить, но тем не менее, некоторые мельницы все-таки уже действительно серьезно разрушены. Это 18 век, но некоторые до сих пор остались в приличном состоянии. И особенно мне кажется, что детям это приятно показать, сфотографироваться, потрогать, рядом подойти, потому что, конечно, наши детишки, в основном мельницы знают большую часть из книг, о сказках, чем вот так вот в реале увидеть это все своими глазками. Замок Святого Петра – это основная достопримечательность именно самого Бодрума, построен, сама себе сейчас напомню, в XIV веке, но чем он интересен? Тем, что здесь находится единственный в Турции музей подводной археологии. Вспомнила слово, извините. Как вы думаете, какая здесь есть основная вот история, что можно здесь увидеть? Ну, казалось бы, подводная археология. Скорее всего, мы здесь увидим все, что связано с тем, что находили под водой турки и выставляли в музей. Но я хочу отметить, что самое интересное, что можно в этом музее увидеть, это маленькие амфоры, в которых мореплаватели хранили слезы своих жены. Слушайте, ну это на самом деле, мне кажется, очень романтично. Когда человек уходит, мы смотрели все исторические фильмы и знаем, как и долго это все продолжалось, все эти морские походы. Ну, хотя бы так можно было, наверное, вспоминать свою супругу, потому что, конечно, фотографий в то время не было, вот они хранили слезы свои, жены, именно там. И это можно увидеть в этом музее. Это единственный музей в Турции, опять же, для меня, как человек, который постоянно носится по всем музеям, куда бы я ни приехала, это было действительно очень интересно. Но амфитеатры, в общем-то, есть у нас абсолютно везде. Один самый большой, я так думаю, что вы знаете, это Аспентос в регионе Сиде, Сирик, на Анталийской части. Ну, также есть и в Бодруме, всегда необычно, всегда красиво и всегда замечательная фотография. В Бодруме также он, как вы видите на фотографии, я сейчас покажу стрелочку, не так далеко находится знамка Святого Петра. Поэтому приезжая в Бодрум, у нас на самом деле, наверное, две идеи для гостей, которые у нас спрашивают, чем себя занять вечерами или днями. Вот если я не хочу далеко ехать, например, я не хочу в Эфес, либо ела Кавак Марина, либо вот сюда, в центр города, красиво погулять и насладиться прекрасным видом. Кстати, если у вас есть вопросы, вы, пожалуйста, пишите. Я думаю, что об этом уже, наверное, не стоит упоминать. Если у вас есть они, пожалуйста, вкладочку вопрос. Переходим с вами к отелям. Мы, когда разговариваем с вами о регионе Бодрум, не можем оставить без внимания курорт, который в прошлом году, думаю, все вы это слышали, завоевал совершенно невероятнейшее почетное звание лучшего пляжного резорта в мире. Лужо искренне гордится этим названием. Мы также горды быть причастными и участвовать в продаже этого отеля, потому что, на мой взгляд, это безусловная звезда Бодрумского побережья. Фееричный курорт. Даже когда вы только просто попадаете в лобби, я покажу вам стрелкой, вы приезжаете, ехаете за аэропортом минут 25 от силы. Кстати, все трансферы, которые мы делаем в Бодруме на новых машинах, у нас Mercedes Vito и Mercedes Sprinter это минимальная категория на индивидуальных трансферах. Если вам нужны более высокие категории, это всегда под запрос, но понятно, что Mercedes S-Class будет стоить в Бодруме приличный денег, но это в среднем евро 250 некомиссионная цена за машину в одну сторону. Опять же, да, миксую то, что хочу донести и по отелям, и по тонкостям, нюансам продаж. Итак, Лужо. Все гости, которые сюда приезжают, на себе сразу моментально чувствуют девиз этого отеля, который называется Art & Joy. Вы все должны наслаждаться прекрасным отдыхом, прекрасными видами, но и также радоваться жизни, тому, что вы находитесь на территории такого роскошного курорта. Здесь 9 бассейнов, включая один из бассейнов с термальной, не с термальной, простите, с морской водой, с термоконтролем, перепутала слова. На пляже находятся, когда сезон начинается, в среднем сезон в Бодроме длится с апреля по конец октября. В прошлом году очень удачно можно было провести время в Бодроме и в ноябре, но прошлый сезон вообще такая индивидуальная история, которую мы искренне надеемся, никогда в нашей жизни больше повторяться не будет, насколько вы все, я думаю, понимаете, о чем я говорю. Вот в ноябре еще летали самолеты, кстати, не так давно, я помню, да, я думаю, что все вы прекрасно тоже помните это время, допандемийное, когда Бодром был некоторым таким далеким абсолютно регионом, потому что это были либо чартерные истории, либо стыковка в Стамбуле на турки Ширлайнс, никак наша Росавиация не могла договориться с аэропортом Милос о том, чтобы пускали туда напрямую, например, аэрофлот. Мы должны, наверное, сказать спасибо пандемии хоть за что-то, но вот за это точно я могу сказать спасибо как продажник Турции, что наконец-то аэрофлот поставил прямой рейс в Бодром, конечно, в силу недостатки перевозки в другие страны, но, знаете, очень быстро прошло это, прошло это, да, от Росавиации и от аэропорта Бодрома, наконец-то 21.20, 21.21 у нас летает, это номера рейса в СУ напрямую, также хочу заметить, что у нас посчитаны блочные места на Азуре в нашем онлайне уже доступны для бронирования, но Лужу, все-таки тут отель, в который, наверное, правильнее выбирается регулярный перелет, также отель предоставляет свой самолет, который будет летать до 20 июля по определенному расписанию, но если у вас не забронированы комнаты в этом отеле, рассчитываю, что вы полетите туда до 20 июля несколько уже прошлый век, потому что номеров нет, даже президентская вилла у нас в этом году, сколько, но с одни туристы там живут полтора месяца, потом следующая семья заезжает на два месяца, в общем, президентская вилла с пятиспальнями, с собственным батлером, с собственным выходом к пляжу, она, конечно, у нас уже, тем более, о ней надо забыть, да, чем интересен отель, тем, конечно же, своей концепцией а-ля карту All-Inclusive, огромное количество ресторанов, на любой вкус, здесь вас встречают и провожают в номера вашей персональной ассистенты после чек-ина, и ваш персональный Joy Assistant, так называемый, да, человек, который с вами будет постоянно на территории, во время вашего отдыха на территории, присутствует незримо, вы можете через него забронировать а-ля карту, которую вы хотите, например, на ужин или на обед, ну, а-ля карта это какая-то вообще невероятная абсолютная история, когда вы заходите вечером в рыбный ресторан а-ля карта, где перед вами огромное, как вы заходите в Нусре, перед вами огромное количество мяса, и вы не можете выбрать, то же самое происходит в рыбном ресторане, в ресторане Лужо, потому что то количество морепродуктов, которые там есть, и вам достаточно только пальчиком в эту сторону показать нужные вам рыбы, или креветки огроменные, и вам тут же это приготовят, пока вы дегустируете итальянское просеку, например, с видом на Игейское море, это вообще просто совершенно что-то отдельное, очень вкусный турецкий ресторан, и там же я искренне всем советую, так как в отеле Лужо есть специальная зона, которая называется Индили Клабер, вы все знаете, эта зона только для взрослых, вообще в Лужо три пляжа, один из пляжей относится именно к этой зоне Клабера, и он доступен только для взрослых, вот здесь такая вот музыка замечательная, которая в час дня начинается, специально приглашенный диджей ставит эти сеты, кушает средиземноморскую кухню на обед, никаких детей, детей сюда не пускают, вы в этом бассейне, например, который находится в этой зоне, никогда не увидите на уточку каких-то детишек, потому что им сюда вход запрещен, у них есть специальная зона отдельная, доступная для гостей с детьми, и вот эта вот возможность находиться в приватном состоянии, несмотря на то, что отель, естественно, kids friendly, она очень ценна. Номера, которые находятся в этой зоне, это первый и второй этаж, на первом этаже это номера с приставкой лагун, это с выходом в собственную бассейну, он такой отдельно идет на, на этот корпус, вот как здесь на фотографии, но единственный момент, здесь обычные супериоры, а такая же вот история есть в зоне только для взрослых. И если это второй этаж, в названии номера будет присутствовать слово террас, то здесь будет французская ванна на балконе. Очень красивые фотографии, очень необычные люди живут в этих номерах, на мой взгляд, но они все очень доброжелательные, очень красивые, если говорить о начинке номеров, опять же, не открою секреты, но может быть многие из вас не слышали, в этой категории номеров присутствует возле кровати пилон, шест для определенных видов танцев, в минимаре вы найдете Red Bull, рядом с вашей кроватью вы найдете ну, в общем, да, понятно все для того, чтобы отдаться и предаться любви, также специально есть маски для лица, чтобы скрыть усталости после трудной ночи, ну, не то чтобы трудной, но немножечко другой, да, не такой, как, например, обычно бывает, и специальные кровати со специальными матрасами, которые на самом деле действительно потрясающие, кстати, люди, которые не настроены на вот именно любовь, да, здесь также прекрасно отдыхают, опять же, во-первых, потому что нет детей, во-вторых, потому что очень многие отмечают, что здесь невероятно абсолютно кровать по комфорту. Что еще должна рассказать вам про лужу? Здесь уникальный, абсолютно фееричный детский клуб, здесь есть аквагорки, о которых мало кто знает, знаете, это удивительно, особенно, когда вы приезжаете с агентами в этот отель, и когда мы делаем инспекшн по территории курорта, 90% агентов спросят вас, тут правда есть еще и горки, да, на самом деле здесь горки есть, они находятся, ну вот, ближняя часть, я думаю, что все знают отеля соседа, это Титаник, многочисленные номера с этой части выходят именно в сторону Титаник, и вот здесь вот есть замечательные аквагорки. На ресепшн вас встретят специальным шампанским и проводят ваши номера для вашего значительного отдыха. Лужо входит в концепцию нашу золотая коллекция, бронируя отель, вы получаете дополнительные бонусы от Панк Групп, я думаю, что вы активно этим пользуетесь, насколько я знаю, это одна из самых популярных вообще акций, которые есть у нас на данный момент, и я напомню, что в отеле есть виллы до Президентской, здесь 2-3 спальни, и Президентская 5 спален, но, как я уже упомянула, с виллами действительно огромная проблема в этом году, потому что они все распроданы. Вилла находится у нас вот здесь, и если смотреть самые ближайшие к морю корпуса, ну, это как бы по сути не корпуса, а я ничего пока не меняла, это только одна пока про лужу. Вот тут рядышком с пляжем находится категория номеров, которая называется Forest Room и Forest Suite. Forest Suite – это двухэтажный номер в отдельном бунгало, и у вас будет специально джакузи, бассейн. Это как бассейн на джакузи, и у вас прям буквально несколько минуточек, и вы попадаете на роскошный песочный пляж. Песок привозной, естественно, в лужу, такого натурального песка в этом регионе, такого цвета тем более нет. Это привозной песок. И Forest Room – это те комнаты, которые очень любят наши звезды, и популярные звезды, не буду упомянуть их имена. Я думаю, что в Инстаграме отеля все рано или поздно встречали топового звезды, в России точно. Вот в Forest Room они особенно у нас любят жить, потому что, конечно, они более приватные, чем на мировом обычных корпусах. Из новинок и лужой, если, может быть, кто-то не слышал еще, ведутся сейчас строительные работы. Вот если мы сейчас с вами вот по этой части острова придем к отелю «Ла Бланш», который находится здесь рядышком, соседний островочек будет также принадлежать теперь этому курорту, и там будут построены частные приватные виллы, потому что вот этих вилл, которые здесь уже построены, которые активно используются, маловато, честно. Поэтому приватные виллы на приватном острове, они будут ездить на собственных баги на территории курорта, кушать здесь в ресторанах каких угодно. Ждем с нетерпением, надеемся, что скоро будет все это закончено. И вот эта часть курорта, которая не принадлежала до недавнего времени отелю, здесь также будут построены новые категории номеров в ближайшее время. Отель популярный безумно. Могу сказать, что, например, вот эти комнаты, которые в «Форест» уже встопены на очень многие даты даже в сентябре, потому что их очень мало. Стрелку. Не видите стрелку? А скажите мне... А вот так вот будете видеть, Наташа? Извините, пожалуйста. Так видно? Ага, класс. Спасибо. Их... Начнем рассматриваться на том, что «Фореструмов» действительно мало. Бронируйте, если вам нужно приватное нахождение в этом отеле заранее. Удивительный курорт. Кстати, от себя замечу, что многие также не очень в курсе, если у ваших гостей день рождения в момент нахождения в отеле, то есть не за день до прилета, не через два дня после вылета, да, именно день рождения проходится на момент отдыха в Лужо, вам отель представляет бесплатный трансфер из аэропорта и обратно. Также из-за нюансов на этот сезон никому нельзя сюда приходить, если вы не живете в Лужо сейчас в пандемию. Даже с тестом не 72 часа, а 2 часа назад никого сюда не пускают. Например, ровно там такая же история происходит у нас в Макс Ройлах, да, если вы не живете, если вы не гость, вас не пускают на территорию. Почему говорю особенно, потому что зачастую бывают такие вопросы, что у нас, например, основная семья здесь живет в Лужу, а мы хотим что-нибудь подешевле рядом и ходить сюда, вы не придете сюда, да, то есть эти шансы стремятся абсолютно к нулю. Если какие-то вопросы, опять же, есть по Лужу, а мне разговаривать нужно бесконечно долго, потому что, честно, как только сюда попадаешь, забываешь вообще о том, что-то тебя где-то там волновало в этой жизни и отдаешься всецелому отдыху. Пишите, отвечу с удовольствием, потому что, наверное, такого фаната этого отеля, как я, мне кажется, вообще в принципе очень сложно найти. Я безукоризненный фанат отеля. Кстати, я вам говорила, да, по поводу борта, который будет летать, он брендирован, он разрисован абсолютно, все цвета, темно-синий, лужо, борт разрисованно летает у нас до конца июля, а август, это будет уже другой самолет, к сожалению, он будет не настолько брендирован на лужо, там не будут дарить подарки всем гостям на прилете, но как бы тем не менее. Держите крепче ваши ремни, в ход вступает тяжелый люкс. На мой взгляд, Bodrum Edition это один из самых топовых отелей, которые есть в Bodrum. Замечательный человек, Ян Шрайгер, который работал над дизайном этого отеля, конечно, он продумал его до новочей. Даже просто вступая в ресепшн, который находится у нас здесь, наверху, вы попадаете, вы сразу понимаете, что вы попали в уникальное пространство. Это все светлое, это все чистое, это безумно пахнет, там настолько вкусно, насколько вообще, в принципе, можно себе представить запах в отеле. Яна, я думаю, очень сильно, я думаю, что многие уже слышали, но я не раз, я не очень люблю, когда в отеле плохо пахнет. Вот в Bodrum Edition такого, в принципе, нет, быть не может. Отель у нас работает с 2018 года, и, конечно, мы гордимся тем, что мы отель продаем в основном не через партнеров, напрямую, можем себе это позволить. Замечательно, благодарим отель за полненосные ответы на наши запросы. Что здесь интересного и красивого? Это уникальная, конечно, территория, уникальный концепт. Отель работает на Биби, вы можете забронировать здесь их оббор. Отель находится буквально в пяти минутах езды от Елаковак Марина, и чтобы кто из других отелей, соседних, несоседних, в Bodrum не говорил, это действительно ближайший к Елаковаку лакшери отель. С уникальным красивейшим пляжем, как вы видите на картинке, помимо платформы, которая достаточно стандартная для региона Bodrum, здесь есть удивительной красоты пляж. Лежаков хватает всегда, везде всем. Ну, если вы посмотрите на картинку отеля, вы подумаете, что здесь много номеров. Я извиняюсь, я буду подсматривать иногда. 108 их всего. Невозможно, да, запомнить такие цифры постоянно. 108 номеров. Кажется, что вроде как мало места на пляже. На самом деле, здесь настолько роскошная атмосфера, что нет такого, что у вас абсолютно все гости одномоментно хотят либо быть на пляже, либо в бассейне. Безупречный по красоте бассейн. Здесь кто в спа, кто на пирсе. На пирсе замечательные кабаны. Они всегда за дополнительную плату, причем достаточно приличную. Но здесь такие, знаете, в кабане больше похожи на мальдивы сетки, которые висят прямо над водичкой. И здесь вообще не хочется отсюда уходить. Люди, которые снимают эти кабаны, как правило, делают либо на целый день, либо больше. Есть несколько ресторанов на территории курорта. И здесь есть вилла, которая одна, которая вот она находится у нас здесь, 536 квадратных метров. Она так вынес немножечко за территорию с собственным бассейном, и которая прекрасна. Цена всегда под запрос. Она прекрасно подходит для больших компаний. Она практически постоянно была продана в прошлом году, несмотря на то, что пандемийный год, сложный год. Но тем не менее, я от себя могу сказать, что здесь, конечно, не так сложно с наличием комнат, как в Лужо, но тем не менее, отельные безупречные загрузки. Здесь очень любят отдыхать в Альема. Здесь очень любят отмечать свадьбы. Турки богатые, действительно, даже европейцы очень часто приезжают. И если здесь проходят свадьбы, чтобы понимать, этот отель выкупается, как правило, полностью. Поэтому, если мы вам отказываем наличию комнат, к сожалению, не потому, что мы не хотим вам его продать, а потому, что, действительно, отель очень серьезно загружен. Диего Муниус, шеф-повар с одной из звезд Мишлена, управляет здесь всей кухней. Здесь есть уникальный секрет, вот тут вот находится, ночной клуб, ну, вот как бы вот тут вот, да, где проходят дискотеки, если вы посмотрите. Я, честно, не стала разбавлять нашу презентацию видеороликами по отелям, потому что мне кажется, что это еще бы дольше, да, отнимало у вас время. Это всегда можно посмотреть самостоятельно в Ютьюбе. Достаточно посмотреть видео, чтобы ощутить эту невероятную атмосферу, как здесь люди отдыхают красиво, замечательно и роскошно. Что не сказала? Косметика или лабо? Да, и я вам, к сожалению, не сказала, что это по цифрам для отеля. Если ваша собака или кошка весит до 6,5 килограммов, вам Modern Edition, и это, на самом деле, по моему ощущению, исключение все-таки, да, потому что у нас огромное количество запросов на отели, которые принимают с животными в Турции. Но предложить много вариантов мы, к сожалению, не можем. Modern Edition один из таких. Маленькие собаки, пожалуйста, определенные прививки сделаны, паспорт есть, пожалуйста, вы можете приезжать сюда с собакой. Виллу я вам сказала. И еще один момент. Есть потрясающий сьют. Помимо обычных категорий номеров, все номера смотрят видом на море повернуты. Есть потрясающий сьют, который подходит для больших также компаний, которые у нас постоянно бронируют для тех, кто приезжает сюда на свадьбу. Если есть вопросы готовы ответить, но я, так смотрю, вы сегодня не сильно богаты на вопросы для меня. Но, тем не менее, если они появятся, пожалуйста, сдавайте. Бренд Modern Edition известен как один из самых дорогих брендов в портфолио Мариотта. Их всего около десяти по всему миру на данный момент. Мы все очень ждем открытия Бодрома в Дубае. Будет необычный городской отель. Все, что касается Modern Edition, это всегда очень необычно, красиво и стильно. Там же отель входит в золотую коллекцию. Ну, это, знаете, такая категория гостей тяжелого люкса, которые, когда бронируют Modern Edition, они бронируют у нас и фастстреки в аэропорте в Аэропорте в Аэропорте и самые дорогие машины на трансферы. То есть это такое, вот, знаете, приехать и, например, показать своей девочке, что у вас в жизни все прекрасно, замечательно и красиво и комфортно. Так, переходим дальше. Опять тяжелый люкс. Ну, вот такого отеля, честно, я не знаю, я больше такого не видела никогда и надеюсь, что все-таки это будет такой же вот уникальной, абсолютно концепцией, уникальной картинкой, уникальным наслаждением, которое может подарить Мандруэ гостям. Вот она такой и останется и ничего подобного ни в Бодром и ни вообще в Турции не придумают в ближайшем будущем. Как только вы попадаете в этот девственный кипарисовый лес, полный кипарисов, различных реликтовых деревьев и оливок, вы понимаете, что это особенная история. Когда строили отель, ни одного дерева здесь не тронули, ни одно дерево не потревожили. Это, в принципе, невозможно себе представить, чтобы трогали природу, которая настолько щедро доела это место своим присутствием. Можно себе, наверное, представить такая уникальная история, которая свойственна, например, только Турции. Мне кажется, в России такое сложно себе представить, когда вы можете, вот вы заезжаете на территорию курорта и вы понимаете, что каждая дорожечка, по которой вы ходите, по которой, например, вы подходите к вилле или идете в бассейн или идете на чекин-ресепшн, малюхенькими камушками вымощены, которые не лежат вот так, которые под углом повернуты и специальным составом цементированы, и они, скажем так, массируют слегка ваши ножки, когда вы идете. Каждая дорожка является произведением искусства, потому что сделана вручную турецкими женщинами, которые очень много часов потратили на то, чтобы это сделать. Попадая на ресепшн, каждый... Это виллы, частные, приватные, по сути, виллы, разбросанные пайкой по рисовому и оливковому саду. Есть отдельное здание большого ресепшн, куда вы попадаете, но, по сути, только для того, чтобы, наверное, насладиться красивейшими произведениями искусства, которые здесь многочислено представлены, потому что чекин у каждого гостя проходит на собственные виллы. Вы не делаете этого, как все, например, в любых других отелях мы приходим на чекин, на ресепшн, и потом идем в номер. Нет. Мы заходим, любуемся красотой невероятной, даже здесь мозаики, здесь есть нарисованная потрясающими художниками картина. Действительно, очень интересно, очень красивая. И усладив наши взгляды, мы идем в абсолютно приватнейшую историю, которую только можно себе представить. Я могу сказать, я прошу прощения, что один из очень известных российских звезд, который отдыхал в этом году, в прошлом году, приехал на неделю, остался на два месяца, потому что то, как здесь можно отгородиться от всего вообще мира, наверное, ни один другой отель такого вам не может предоставить, очень сложно себе представить такое. Этот инфинити бассейн, который у вас на фотографии, стрелочкой подведу, на то, чтобы он тоже было видно, вы когда вот здесь находитесь и слушаете, ничего не слушаете, кроме пения многочисленных птиц и шелестом деревьев и шумом волн, которые слышны даже здесь, ну, это, конечно, такой, знаете, уже своеобразный, мне кажется, релакс, который очень сложно себе представить. Никто громко не разговаривает не потому, что это запрещено, а потому, что ты даже не хочешь этого делать, хочется просто помолчать, порелаксировать и насладиться отдыхом, который абсолютно безупречен. с видами на море невероятными и на бассейн, вот в этой части курорта находится зал для завтрака, вы можете кушать как внутри помещения, но никто, к сожалению, этого не особо не делает, все сидят вот тут вот снаружи, слева и справа стороны от основного этого здания, где кормят завтраками гостей, отель работает только на Биби, можно забронировать еще халфборд, если честно, но это вот так же вообще не популярно по Монруве, потому что есть богатое меню в ресторане, всегда гости выбирают все, что хотят а-ля карт, вот прекрасно можно позавтракать и завтрак здесь длится, честно, совершенно не 5 минут и не 15 минут, потому что отказаться от лицезрения всей этой безупречной красоты довольно сложно. Из тонкостей и нюансов, каждая вилла со своим частным бассейном, окруженная садом, она абсолютно приватна, вы не будете видеть, что у вас там в соседнем, например, бассейне кто-то плещется, да, ну, как бы это исключено здесь. Вы садитесь на свой багги и по территории зеленейшей курорта спускаетесь вниз к пляжу. Пляж маленький, компактный, здесь нет насыпного такого белоснежного песка, который откуда-то привезли из Саудовской Аравии. Все натурально, вход песчаногалечный, меленькая галечка и стоят несколько лежаков. Пляж никогда не бывает забит, потому что, опять же, большинство гостей располагается именно на своих виллах. Если вы меня спросите, есть ли на виллах морская вода либо в Infinity Basin, нет, она обычная, она не хлорированная, а зона очищается. Большинство гостей все-таки живут на виллах, потому что, ну, вообще не хочется ее покидать. Но, тем не менее, если вы приехали на пляж, есть пирс, на котором также стоят лежаки. И очень известные из Forbes люди зачастую там также у нас отдыхают, но это вносит иногда свои корректировки, потому что они, например, категорически не любят, когда гости, например, фотографируют, вы можете попасть в кадр, но, тем не менее, они же не все там есть. Чудесная абсолютно стоит на берегу печь турецкая, в которой готовят гизлеми, да, я думаю, все вы знаете, это лепешки с различными начинками и блюда турецкой кухни, которыми вы можете полакомиться. Здесь также ресторан на пляже находится. Если вы не хотите с пляжей уезжать, хотите наслаждаться бесконечной красотой или созреть ее, вы можете покушать, пообедать и поужинать прямо на пляже. Так вот, что здесь уникального, когда вы едете на баги к сторонам моря, вам кажется, что вы едете в каком-то абсолютном лесу, и первый вопрос, который вы хотите задать, а почему вы, собственно, не сделаете здесь нормальную дорогу? Шурук, например, или убрать, вот, например, эти кусты по дороге какие-то, да, там, цветут цветы, там, например, такие цветы, которые даже, вот, ну, честно, вы не можете себе представить, что рядом с дорогой, да, находятся. Почему бы нет? Почему? Потому что нельзя. Потому что это заповедная территория. И как я уже говорила, что когда строили этот отель, ни одного дерева не потревожили, так и продолжается это по сей день. Если вы едете на территорию пляжа, вы едете по девственному лесу, который охраняется правительством страны. Поэтому, ну, безупречно, те люди, которые хотят приватности, хотят уединения, они не хотят чего-то особенного, пожалуйста, обращайте внимание на то, что там андрои, это, конечно, уникальный, абсолютно опыт. И все эти виллы, которые вот начинены абсолютно всем, что вам может себе представиться необходимым, потрясающий ванна, халат и тапки, естественно, управление умным, домом, конечно. Как вы видите здесь на картине, такие турецкие жаруни, они на самом деле больше носят характер такой антуража, вы, естественно, там не будете ничего жарить, но, тем не менее, такой, знаете, османский налет присутствует в убранстве, хотя очень все современно, стильно, и все вот такие, все виллы выполнены именно в белом цвете. Амандруи, так, открыт он в 2011 году, не сказала вам, достаточно свежий отель, работает он по конец октября, иногда позволяет себе работать, если хорошая погода, из-за загрузки, да, очень многие гости хотят приехать сюда, и позже они прилетают частными бортами, если мы смотрим основную полетную программу в Бодрум, она заканчивается к концу октября, но также очень много людей, которые приезжают частными бортами в Бодрум, и для них специально могут абсолютно точно продлить время работы отеля, такое часто бывает, мы часто наблюдаем. 42 километра от аэропорта, это я вам сказала, что-то еще должна сказать? Какие-то вопросы? Пишите, все скажу. Аман, это санкскриптского языка переводится как покой, поэтому Аманру, конечно, это очень красиво, стильно и безумно спокойно, то есть это вот такая, знаете, разная история Лужо, и Аманру, и она очень десанцирует. Те, кто смотрит Инстаграм из отелей в Бодруме, конечно же, знают, что такое мочак язык. Почему мочак язык, что это такое? Заходя на сайт отеля, вы увидите огромное количество карт. Почему вы видите там карты? Откуда карты? Потому что мочак язык переводится как пиковая дама. Тот владелец, который сейчас владеет этим отелем, в некотором поколении уже сейчас владеет мочак язык, его мама, которая стояла у истоков создания этого отеля, знаете, вообще в принципе турецким женщинам свойственно много талантов и много необычных вещей. В то время очень было популярно, я могу сказать, что сейчас это также популярно среди турецких женщин, были игры в карты. Они так, по сути, коротались много своих дней, и ее часто можно было встретить за игрой именно в карты. И по сути, я не знаю, кто это придумал, но тем не менее, кому-то пришло в голову ассоциировать эту женщину с пиковой дамой. Поэтому, когда зародилась идея открыть уникальный абсолютно отель, открыт он в 2000 году, он достаточно давно работает, отель назвали мочак язык. И больше, в принципе, кроме сайта и нескольких пиковых значков, которые присутствуют в этих картах на ресепшн, вы ничего, никакой связи с картами больше не найдете. Но, почему мы говорим о мочак язык, потому что это излюбленнейшее место отдыха турецкой богемы. Здесь, как нигде, в любом другом месте, можно найти звезд политики Турции, спорта, кино, деятелей искусств. Вообще, на самом деле, около двух лет только мы можем его продавать нашим гостям, потому что до недавнего времени он вообще в принципе даже не продавался для каких-либо других граждан, потому что если сюда кто-то приезжал из топ-лидеров страны, естественно, что никого сюда не пускали. Это было настолько часто, настолько популярно, он был настолько излюблен вообще всеми этими людьми, что, по сути, мы его как бы и не могли даже продавать. Сейчас уже он доступен, но Мача Кизе очень, скажем так, необычный курорт. Во-первых, здесь нет пляжа, как вы видите на картинках, он такими ярусами уходит вверх. Чем ближе к пляжу, тем у нас дороже комнаты. Конечно, он на безумной загрузке, потому что он очень популярный. Думаю, что вообще я не очень люблю называть имена вслух, потому что все-таки, наверное, это не совсем корректно, но в случае с Мача Кизе могу сказать, что это один из любимейших отелей Равшана Куркова, который достаточно часто сюда приезжает. И это определенный стиль жизни, определенный стиль отдыха, очень необычный, здесь нет кичащей роскоши какой-то, да, здесь все четко, стильно продумано, огромное количество дерева в убранстве, есть бассейн очень красивый, рядом с которым накрывают хэппи-аурс для гостей отеля, очень красивые фотографии получаются, здесь также тишина, покой, уют и все-таки бренд, да, то есть если вы говорите, что вы отдыхали, Мача Кизе, это воспринимается людьми, наверное, так же, как если вы были в Дубае, в Бурдж-Ле-Арабе, ну, вот, похожая такая история, даже если вы были в Бурдж-Ле-Арабе одну только ночь, ну, тем не менее, вы там были, это знаковая история для вас, для вашего аккаунта, например, если вы его ведете, а многие агенты у нас это делают, уникальный спа-салон работает на косметике Нюкс, и, конечно, здесь очень много видных таких гостей, вот, если хочется чего-то необычного, Мача Кизе, и мы достаточно часто его продаем, чем горды, и предлагаем вам делать то же самое с нами. Вроде бы все сказала, пляж-платформа, 22 километра от аэропорта Бодрома, и это бутик-отель. Сколько я у вас уже времени у вас отняла, 50 минут, я постараюсь не очень долго еще задерживать вас. Отель, который у нас открылся совсем недавно, я думаю, все прекрасно знают Кая Палаццо в Анталии. Кая Палаццо в Анталии, которая постоянно какие-то новинки предлагает, в этом году у нас новый Лагуну Сью, думаю, все это уже видели в презентациях отеля, но Кая Палаццо не стоит на месте как бренд отельный, развивается по всей Турции, и в частности отелем в Бодроме представлен. Очень интересный концепт, почему мы постоянно говорим о Кая Палаццо в нашем презентациях, почему мы включили его в золотую коллекцию. Опять же, пожалуйста, дополнительные бонусы вы можете получать бронирую этот отель в Пангруппе. Вы приезжаете наверх, опять же, каскадом стоит отель, как и многие другие отели региона Бодрома, вот здесь вот наверху останавливается автобус, надеюсь, все-таки машина, а не автобус, и вы делаете чек-ин наверху. Это единственный концепт Fullboard Plus, полный пансион с напитками, это не all-inclusive, и это только такое питание здесь есть. И дальше, наверху у вас находятся просто стандартные комнаты с видом на море, с видом на сад, а вот эта вот вся история, которая ниже, это частная резиденция с двумя, тремя и четвермя спальнями. Что хорошо, конечно, сюда приезжают люди, например, с семьями, с охраной, с нянями, или просто большие семьи, и живут здесь действительно подолгу, здесь очень популярный длинный стей в этом отеле. Почему? Во-первых, рядышком Бодром с вами, вы можете поставить вашу машину, здесь есть у каждой резиденции парковочное свое место, и вы можете постоянно пользоваться машиной, несмотря на то, что вы находитесь на территории отеля, прямо на территории отеля, ездить на ней, потому что под резиденциями проложены специальные ну, такие как туннели, для того, чтобы вы подъезжали незаметно для всех остальных гостей, к собственной резиденции, потому что по картинке это не совсем видно, но это в реале так. И вы можете ездить на рынок, например, в супермаркет ближайший, потому что все на резиденциях укуплентовано кухней, все резиденции укуплентованы кухнями, простите, и приготовить продукты для себя, как бы, если вы хотите, вообще не проблема особенная, бывает для детей, да, что-то особенное готовят. Это очень популярно, но длинные стои. Здесь есть бич-виллы, их две, они находятся прямо на пляже. Чем ниже номер, тем он дороже, да. Тут меньшее количество спален, тут большее количество спален, я имею в виду резиденции, и апофеозом являются бич-виллы. Вот здесь у нас внизу есть китс-клуб, детский клуб специальный, очень красивый для детишек. А вот здесь у нас очень инстаграмное место, очень красивый ресторан, вот этот вот под крышей. Но он невероятный, правда, потому что вот снаружи, как бы, да, по картинке, вы можете посмотреть на сайте картинки этого отеля, на фейсбуке, я очень часто люблю смотреть фотографии. Он невероятно красивый и стильный, он белый, он весь в цветах, которые спадают вам с потолка, и у вас такие приятные такие диванчики, и провести здесь время за обедом, конечно, достаточно красиво. Такие лежаки, которые есть на пляже, я думаю, отмечают это все, их очень мало где можно встретить в Турции. Они вот такой вот толщины абсолютно, вот прям толстенные, да, то есть не просто лежак, да, это еще и кровать, по сути, на которой прекрасно можно заснуть. Лежаки у нас здесь по всему пляжу, камешки прям малюсенькие, малюсенькие на вход в море, очень любят детишки здесь плавать, потрясающе красивый пляж, действительно очень красивый, и на платформе также установлены лежаки, на которых также можно красиво проводить время. Отель для тех, кто приезжает надолго, кому нужны большие номера, там, да, это невозможно себе представить, например, вы у нас просите в пик сезона гарантировать вам коннекты из обычных делаксов, это мы не можем вам обещать, к сожалению, потому что мы не можем это на 100% воплотить в жизнь, поэтому вот, пожалуйста, резиденции, 2-3 спальные, 4, кухня есть, холодильник есть, стиральная машина есть, пожалуйста, живите и радуйтесь, да, тому, что вы долго живете в Турции. Очень было популярно вперед пандемии по понятным причинам. Ну и обычные стандартные комнаты, от себя замечу, что действительно очень необычный стиль, такой светлый, есть красивые ванные комнаты, которые действительно очень красиво оборудованы, и мне почему-то очень сильно запомнилось в этом отеле в обычных номерах мебель, которая сделана из натурального дерева, такого в резиденциях нет, только в комнатах, да, в обычных. Заходите туда, а там посредине такой стол, и, например, вы даже можете посчитать, сколько лет было дерево, когда вы срубили для этого стола, и он прям на самом деле как пень какой-то, выполнен, и пахнет даже натуральным деревом, действительно, очень красиво, и ценно, и приятно. Про Каэпалансо сказал абсолютно все, 4 километра от центра города, но я думаю, что это и так видно по картинке, по нашей, которую мы здесь поставили на вас. Ну, Карес, мы не можем обойти стороной. Карес – это бренд, такой достаточно известный в Турции. Почему он известен для наших гостей, и почему люди его очень сильно любят? Конечно, потому что здесь находится Буду-бар, который действительно популярен для молодежи, для тех людей, которые в Буду-бар, например, ездят в любой точке мира, где есть Буду-бары, которые не могут представить себе свое пребывание, в любой из стран без Буду-бар, пожалуйста, вам в Карес. Это каскадный также отель, он таким каскадом уходит к пляжу, здесь три пляжа, есть пляж-платформа, здесь есть резиденции с несколькими спальнями, у которых также есть свой кусочек пляжа. Что замечательного здесь из такого, чего нет ни у кого, больше, например, это свои приватные яхты. 25 евро стоит для гостя отеля Карес, сесть на яхту, на пристани, пристани здесь, вот этот пирс, который уходит у нас с той стороны, которая сейчас не видно на фотографии, пришвартовано несколько яхт, есть маленькая совсем, есть побольше яхты. Вот на одной из яхт, если вы курсируете сюда до Елаковак-Марина, это примерно 10-15 минут трансфер, все гости могут им воспользоваться, стоит совершенно недорого, и почему бы не сделать этот опыт явью, да, это очень популярная услуга для гостей отеля. Действительно, очень красивый спа. Что из уникального также есть на территории Карес, например, здесь специальный лаунж, который выполнен дизайнерами компании Мазерати, который имеет такой дизайн специальный в стиле машин Мазерати. Такой дорогой, красивый отель, который направлен, опять же, больше на приватный отдых, но, несмотря на это, он является китс-фрэдли, здесь принимают гостей с детьми. Яхты мы любим, мы любим драйвовую такую жизнь, именно провести какое-то время в Будда-баре, он действительно очень милый, очень приятный, красивый. Красивущие номера, потрясающий инфенти-бассейн с видом на вот эти все острова, которые у нас находятся в бухтах бодромских многочисленных. Очень красивое чистое море, ну, какой-нибудь очень необычный отель, честно, я могу сказать, что здесь есть Deluxe Marina Suite, называемый такой, номер один, он выполнен у вас как яхта, то есть у вас такая кровать, в которой вделаны, например, специальные такие поручни, которые вот действительно напоминают вам, как будто вы находитесь на яхте, вы выходите из вашего номера, у вас персональный выход на пляж, многочисленные такие штуки есть в номере дизайнерский, который напоминает вам, что вы, например, находитесь на яхте, точнее, многие люди, которые привыкли к яхтиному спорту, отдыху, не мыслят свою жизнь без яхт, они, например, останавливаются у нас в этих категориях номеров. Очень вкусная еда, очень хвалят гости этот отель за еду, работаем мы на завтраках, но, опять же, да, можно покушать либо в лякарт-ресторанах на территории курорта, либо в бодобар, либо съедет все-таки в Елакова к Марину, трансфер у вас под боком, пожалуйста. очень красивый спа, про все вам сказала, даже без подсказок, спа 1600 квадратов управляется эспа. Можно долго очень разговаривать о КРС, но, опять же, пойду к следующему отелю, расскажу вам дальше о детской истории, самая детская, самая популярная для отдыха с детьми из творения в бодром, называется ВОК СУПРИМ. ВОК СУПРИМ, кстати, есть у нас в Стамбуле на площади Султана Ахмед, прям буквально в пяти минуточках Хальмы, но и также мы очень сильно любим ВОК СУПРИМ бодром. Конечно, прежде всего, это тот уникальный концепт, который есть в этом отеле. Такого луна парка, аквапарк, площадь аквапарка 100 тысяч квадратных метров, и здесь 25 город для всех вообще возможных историй драйва, куража и вашей смелости, наверное, да? Ну, какого-то такого прям конкретного экстрима, честно говоря, особенно нет, но это ценно, потому что все-таки это детская история. Луна парк, Диналенд. В Диналенде мы просим быть аккуратными нашим гостям, потому что все эти многочисленные динозавры двигаются, а очень многие не знают о том, что они двигаются, потом пугаются, но понятно, что это игрушки, но чем не менее, почему бы не провести прекрасное время с детьми? Что еще? Восемь до кинотеатра здесь есть, то есть это такая история, которая действительно очень детская. Приехал сюда, и ты отдыхаешь полноценно, потому что дети заняты постоянно, всегда. Здесь вот как бы, да, самая главная проблема, наверное, вытащить своего ребенка из этого аквапарка, на мой взгляд. Что здесь есть из категории номеров? Это аннекс, это бунгало 44, есть номера в основном здании, и есть, конечно, потрясающие виллы, которые у нас очень популярны среди гостей, Аполлоны, Афродиты, многочисленные спальни, виллы с собственными батлерами, виллы бронируются в Оксупрем в первую очередь, как правило, да, из моих наблюдений у нас больше всего запросов все-таки на виллы, потому что, ну вот скажу честно, они не настолько дорогие, отели работают на ультра, все-включено, вы можете в регионе найти дороже на BB виллу, чем забронировать ее в Оксупрем на ультра все-включено, поэтому виллы, конечно, очень популярны, они находятся, скажем так, на отдалении от шума, возможного, до аквапарка, потому что, ну, очень многие, например, хотят быть потише, да, поэтому они, конечно, у нас очень сильно популярны. Что еще могу сказать про Оксупрем? 13-й год открытия, 19-й год последняя реновация, и это 27 километров всего от аэропорта Бодром, то есть вы быстро и спокойно приезжаете сюда, тут даже как виллы дешевле забронировать. Вилла в ВОГе на ультра все включено, будет стоить дешевле, чем некоторые виллы на BB в других отелях. Я вот это хотела сказать верно. То есть они демократичны по цене, настолько, насколько это возможно, учитывая еще и тип питания, да, потому что в других отелях виллы действительно дорогие, там BB, понятно, вы тратите еще и на еду. Детский клуб у нас 4-7, 8-12 и 13-17 лет, они разделены, да, по возрастам. Всем детишкам предоставляется возможность чем-то заняться, специальная программа придумывает отель постоянно. Мы когда закрыли отель в прошлом году и готовились к наступающему сезону 2021 года, провели действительно очень много реноваций здесь и очень обновленные, скажем так, уже дизайнерские вещи присутствуют в этом отеле. Взрослым есть куда-нибудь сбежать, тихие зоны. Ну, во-первых, спа, конечно, во-вторых, пляж, он достаточно большой, протяженный, вы можете не слышать там вообще вот этого всего, да, если вы посмотрите на картинки, он все-таки далеко достаточно от пляжа стоит и, если честно, на пляже не слышно ничего, поэтому, ну, сбежать можно в номер еще. Но вы должны быть готовы к тому, что это есть, никуда здесь, да, если вам за тишайшим спокойным отдыхом не езжайте в Амонру, а в Book Supreme все-таки нужно быть готовым, что-то такой, знаете, тяжелый, в плане, не то, что тяжелый люкс, а именно семейного отдыха, да, такой вот прям мастодонт, в котором отдыхают семени, громко, шумно, и действительно, очень часто. Мы очень, очень горды тем, что продаем его действительно очень часто. Я бы очень много хотела вам рассказать о Бандарина Рентал, но этот отель, в котором номеров нет до осени вообще. Все, что мы сейчас пытаемся забронировать, это все из-под стопа, через длинный запрос, через руководство отеля. Объясню, почему. Потому что на самом деле в Бандарина Рентал, если вы хотите сюда и только сюда, вам лучше забронировать себе номер либо зимой, либо весной максимально на любой из месяцев, в который вы хотите сюда приехать в Мандарина Рентал. Потому что это самая популярная история в Бодруме для гостей, которые сюда приезжают из года в год. Такая часто тема, когда вы выходите из номера, делаете чек-аут и бронируете себе номер на следующий год, она здесь крайне популярна и очень часто используется. Такой территория огромной, которая есть у Мандарины, которая похожа также на зеленый, такой некий оазис. Здесь даже номера, которые уходят нижним ярусом, например, которые находятся ближе к пляжу, крыши на этих комнатах, они покрыты зеленью, специально высаживают на них такие маленькие кустарники за... Как это сказать по-русски? Озеленяют, да? Настолько зеленые территории. То есть вы даже вот находясь, например, наверху на топовом уровне этого отеля, смотрите вниз и не понимаете вообще, где там находится что-то из строений. Такое ощущение, что вы находитесь в лесу абсолютно девственно. Конечно, это лапшери тема, потому что каждый номер, несмотря на то, что вы бронируете, например, обычную комнату в основном здании, либо виллу с частным пляжем, на много, на несколько спален, у вас всегда присутствует в вашей жизни батлер, который окружает вас теплом, заботой, бронирует вам все, что вы закажете, например, рестораны, какой-нибудь, да, какой-нибудь захотите, потому что ресторанов здесь огромное количество, и рыбный, и aging food, и средиземноморская кухня, и мясной ресторан, и очень красивый ресторан на пляже с петерсайшем поваром, который так готовит рыбу, от которой вообще просто оторваться невозможно. Хотите забронировать, например, спа, спа управляется здесь именно брендом Мандарин Ориентал, и он очень популярный среди гостей отеля, вам поможет персональный батлер, и очень ценность вам для того, чтобы обрести, скажем так, статус высочайший, да, гостем Мандарин Ориентал бренда, не обязательно бронировать президентскую виллу. Все номера, естественно, здесь, как это исповедует Мандарин Ориентал практически во всем мире, но, насколько я знаю, сколько я смотрела отели Мандарин Ориентал, они все номера с гардеробными. Здесь также очень часто такая популярная история, очень гости ее любят, когда вы вообще не хотите видеть никого, например, вы забронировали ром-сервис, и хотите, чтобы вам принесли, например, еду в номер, есть специальная такая дверка, которая соединяет вашу комнату и гардеробную и аутсайд-дверь, когда батлер может незаметно или персонал отеля принести в номер то, что вы хотите, и вам для этого совершенно необязательно с ним встречаться. Большое количество суетов, и очень красивые виллы, действительно красивые, они с персональными бассейнами, есть одна из вилл с пятиспальными, в которой есть хамам и даже тренажерная доска для бега, да, то есть вы можете не из Москвы, ни на лето, ни на осень. Вера, я сейчас дорасскажу, ладно, потому что это не совсем вопрос больше, да, а именно часто говорю про мандарин. Сори, есть такие виллы, в которых вы можете заниматься спортом, заходить в хамам, заходить в бассейн, у вас есть частный пляж, частный батлер, и вы вообще не хотите видеть никого, пожалуйста, вам мандарин рентал, но, опять же, повторюсь, нужно сбронировать номер заранее. Очень красивый, потрясающе красивый детский клуб, он находится в основном корпусе отеля, это закрытая часть детского клуба, и есть вторая часть детского клуба, которая находится на пляже. Американская компания Джима Воря управляет этим детским клубом, предоставляет для детишек различных возрастов очень интересные программы, вы можете искать клад, вы можете приготовить какую-то еду с детьми, вы можете вообще, в принципе, сделать вид, что у вас нет ребенка на некоторое время, потому что у них действительно очень интересная программа, и отель очень гордится тем, что предоставляет такую одежду для своих гостей. Золотая коллекция, пожалуйста, у нас дополнительный бонус, если вы бронируете Мандарина Рентал, и вот если Vox Supreme мы не можем найти, ну, мы поможем его найти, а вот Мандарина Рентал мы можем помочь найти только через очень серьезный запрос, через руководство отеля. Мне я рассказала свою идею, дело в том, что отель, когда готовится к предстоящему сезону, выпускает очень хорошие цены на раннее бронирование. Конечно, я понимаю, и все мы прекрасно понимаем, что раннее бронирование перестало быть очень популярным у наших гостей в силу определенных причин. Но Мандарину Ренталу, в общем, это все равно, популярно это не популярно, скидки на проживание вы можете получить в этом отеле только если бронировать его заранее. Вот, например, Лужо, тоже самый, такой же концепт работает, мы открываем продажи зимой на лето, делаем скидку раннего бронирования, чем ближе к сезону, никаких скидок не остается, бронируете номера просто по обычным ценам. Такая же история с мандарином. То есть, ну, никаких спецпредложений, никаких цен специальных не будет, потому что он и так прекрасно себя чувствует на полной загрузке, на 100%. Тиковое дерево в убранстве, есть и разные сьюты, есть с кухнями, есть без кухонь, например, из всех свитов они носят определенные названия, Mediterranean Suite без кухни, остальные кухни укомплектованы всем необходимым для того, чтобы вы готовили еду, если вам это необходимо, но так как, опять же, отеле работает на любви, возможно, вам это необходимо. Поэтому, если нужно, это есть. Огроменный абсолютный пляж, на пляже есть кабаны, но запомните, пожалуйста, что все эти кабаны, одной вилле кабаны на пляже положены. Одна вилла, одна кабана бесплатная. Все остальные гости, все кабаны бронируют заранее и за деньги. Да, там есть сервис, вам могут принести то, что вы закажете, например, еду или напитки, но никаких бесплатных кабанов у Мандарина Рентала нет. Опять же, говорю это, потому что это очень часто спрашивают у нас. Про свиты я вам сказала. спа 2700 квадратных метров управляется Мандарина Рентал, так же я это сказала вам. Поговорим о здоровье. Как ни странно, в Турции можно разговаривать и о здоровье тоже. Если вы хотите оздоровиться, вам, конечно, безусловно, с Янджи Wellbeing Resort. Отели подобного уровня, которые предлагают программы оздоровления организма, есть также у нас в Анталии. Но сегодня мы говорим о С Янджи, потому что это уникальный, конечно, отель. Вы можете приехать с Янджи, просто жить на все включено в обычных комнатах, и вы не будете чувствовать себя никогда, что вы в какой-то лечебнице или больнице, и особенно на это упор делаю, потому что очень многие думают, что это какой-то Wellbeing Resort, и вы здесь оздоровляетесь. Вы можете проходить после консультации с врачом определенные процедуры. Это не больница, это отель, который прекрасно работает, и если вы не лечитесь. Но если у вас есть определенные проблемы с позвоночником, шея, с бедром, например, у вас есть, не дай бог, послеродовые травмы, вы прекрасно можете здесь оздоровиться, потому что здесь семь бассейнов, но один из бассейнов, который крытый, находится в основном здании курорта, он подключен, по сути, он подключен к сважению с термальной водой. Она выходит из скважины в районе 20 градусов и богата очень. Сейчас, подождите секунду, сейчас я вам скажу, чем магний, кальций, хлорид натрия и различные соли. Ну, я очень извиняюсь, что подсматриваю, но потому что все вот эти химические элементы достаточно сложно запомнить. вода действительно оздоравливает и вы можете находиться в этом бассейне, он один такой, остальные шесть с обычной водой и действительно поправить свое здоровье. Турция вообще богата очень, очень минеральными источниками и очень много где в Турции они есть, но вот Сианджи дурт этим. Также на территории Сианджи есть клиниток детокса. Если вы ставите себе целью похудеть, особенно, например, как я извиняюсь, мне это скорлосцент, ну, как бы это важно после ковида, после которого очень многие набирают вес и не могут избавиться от него. Но это реально наше время, да, вам действительно помогут это сделать в Сианджи. У нас есть агенты, которые бронируют, например, только этот отель с той целью, чтобы их гости именно прошли оздоровление и детокс-программы в Сианджи и очень многие гости отмечают, что где бы они ни были, с чем бы они это ни сравнивали, это действительно очень такой необычный опыт и очень, скажем так, прогрессивный метод сделать то, что ты хочешь, достаточно быстро. Если нужны программы детокса либо оздоровления специальные, это оплачивается либо при бронировании, либо на этапе запроса, да, то есть мы спрашиваем, что вам нужно, какие программы нужны, на ваши даты, есть ли свободные доктора, делаем это заранее через вид запроса, невозможно посчитать в онлайне, к сожалению, но как, да, собственно, никто не знает, что у кого болит и сколько это стоит вылечить заранее. Вот, либо вы можете приехать в Сианджи и на месте договориться с врачом и уже оплачивают все процедуры на месте. Почему я об этом говорю особенно? Потому что это разные истории, это отдельная тема, да, это не включено абсолютно, программы детоксикации, различные клизмы, приемы у врачей, это не включается в стоимость проживания в Сианджи. Здесь, на территории курорта есть такое место, которое называется экологической, ну, по сути, наверное, фермой, да, где произрастают экологически чистые овощи, фрукты, и также есть куры, которые несут яйца, которые, ну, действительно чистейшие, да, можно это все попробовать, можно прийти с ребенком, посмотреть, как растут, например, лимоны, и как-то, ну, у нас на дачах все-таки немножко другое, да, произрастает, поэтому минимальные сроки проживания. В этом отеле, по сути, от семи, но если вы хотите, Наташа, извините, что я вас, Наталья, если вы хотите еще добавлять программу оздоровления, то это все-таки лучше проконсультироваться заранее, потому что нужно спросить у врача, сколько ночей вам нужно проживать здесь, для того, чтобы пройти ту программу, которая нужна. Вот от себя замечу, что все брони, которые были именно для программы детоксикации организма в Сиан-Жим, у нас были в среднем 14 ночей. То есть, ну, там 3-4 ночи, ну, как бы вы не успеете, все равно ничего, по сути, от 7 до 14 в среднем это самое популярное время, когда действительно вам удается достичь того результата, который вам нужен. Так вот, возвращаясь к устройству, да, скажем, по сути отеля, как я уже сказала, ультра все включено, есть обычные комнаты, есть пентхаусы очень необычные с двумя и тремя спальнями, наверху, на верхней части курорта находится, и действительно, очень тоже популярно для бронирования. 2009 год, он открыт, и все вроде, как вам сказала, органические фермы сказала, номера сказала, пентхаусы сказала. 45 минуты от аэропорта езды. Обращайте, пожалуйста, внимание на вот именно здоровительную часть, которая существует у нас в Бодрыме. Я могу сказать, что в Анталии, на самом деле, немножко другое лечит, поэтому вот здесь вот именно, скажем так, основной уклон идет именно на детокс и на вот различные кости, да, за то, что я сказала, шея, позвоночник. Сирен Лакшери, думаю, что все знают, что Сирен несколько в Турции, есть также Сирен Лакшери, который абсолютно направлен, вот как о Монроя, на тихий, спокойный, релаксный отдых. Все номера каскадов, все номера с видом на море, он также находится совершенно близко к Бодруму, можно съездить в Логилаковах, здесь песочный пляж очень красивый, но, как вы видите, не без специфики определенные, да, на входе, но, повторюсь, что природу в регионе Бодрум настолько ценят, любят и берегут, что такие вот вещи, как такие заходы в море, они, кстати, еще и очень свойственны на Мандарин Ориентал, как вот из Сирен Лакшери, то есть, ну, если вам не очень комфортно спуститься в воду, сделайте это по специальным настилам. Номера у нас все с видом на море, как я уже сказала, виллы и комнаты. Очень популярные виллы, вот сейчас, например, когда вы хотите виллу забронировать, вы ее не забронируете ни на июль, ни до середины августа примерно, потому что это самая часто бронированная категория в Сирен Лакшери. Это не совсем семейный отдых в нашем понимании, это вот все-таки вот кто у нас спрашивает, хотя дети здесь разрешены, но, тем не менее, их здесь очень мало. Те гости, которые хотят, вот, например, сбежать в тишину, как вы меня недавно спрашивали, да, про вок, вот отсюда, здесь тихо, наслаждаешься, конечно, лесом очень красивым, каких-то особенных, специфичных историй нет, спа, конечно же, рядом, бодром съездили, погуляли и спокойно, релаксно отдохнули. Виллы с собственными бассейнами, с кухнями, все, сейчас я скажу вам, 920 метров, это президентская вилла с пятью спальнями, все остальные виллы, их всего 11 и 7 аля-карт ресторанов на территории, то есть мы работаем на завтраках, построены в 2016 году, если мы хотим покушать на территории курорта, у нас целых 7 ресторанов есть, поэтому, в принципе, можно, наверное, и не ездить никуда. Последний, кажется, крайний. Думаю, что навряд ли вы знаете про МЭД, так как отель открыт в мае 2001 года. Смотрите, есть такая история, которая, наверное, не всем знакома, возможно, агентам с психологической, скажем так, с эстетической и с дизайнерской точки зрения. Отель построен исключительно по этому принципу. Вам для того, чтобы отдохнуть правильно, здорово и качественно, цветовая гамма в вашем месте пребывания должна, скажем так, быть в совокупности и в комплекте с тем, что вы видите за пределами номера. И именно отель, исповедуя эту консенсу, все в таких тонах подобранно, что ваши глазки отдыхают постоянно. Главное, отдыхают ваши мозги в этом отеле. Построила вы дубайская инвестиционная компания, которая очень гордая этим объектом. Здесь есть виллы. То, что вы видите сейчас на фотографиях, это уже более зелено, потому что изначально, когда отель открывали, посадили здесь больше зелени, но, конечно, как любой другой зелени, им нужно было время для того, чтобы, ну, хотя бы несколько месяцев, да, для того, чтобы расширить свои, наверное, размеры. Пляж. В основном, это узкий такой пляж, да, вы видите его на картинке, он очень необычен. Если мы пойдем с вами по пляжу вот в край курорта, мы с вами дойдем до одного из самых популярных ресторанов французской кухни в Бодруме, а может быть, даже и во всей Турции, а может быть, даже и не только в Турции, потому что здесь очень многие гости, которые уже побывали, отмечают, что французская кухня довезена абсолютно до безупречности, такое ощущение. Очень хвалят отель, он очень современный, очень модный, здесь потрясающий спа, здесь очень красивые, ну, уже сказала вам, да, материалы в отделке, очень красивые виллы. Обращайте, пожалуйста, внимание, что когда в другом, например, отеле в Бодруме, который вы смотрите на пик сезона, в этом году действительно сложно с наличием комнат, не устану этого никогда повторять. Мэтт, он еще располагает пока спокойным наличием комнат, ну, хотя бы просто потому, что он открыт не так давно, его мало кто знает. Спа очень красивый, вот честно, и очень красивый, вот помимо французской кухни, мне сложно на самом деле сейчас выразить свои мысли, потому что я восхищена такими отелями всегда. Вот он, наверное, больше в стайл Bodrum Edition уходит, но стоит он других немножко денег, но давайте мы вот сейчас не будем справливать, что хуже тут, что лучше, у каждого гостя свой отель, у каждого гостя свой чай. Этот стоит намного дешевле, чем Bodrum Edition, поэтому как мы будем сравнивать. Но стиль действительно очень похож, очень красиво все оформлено, потрясающая косметика в номерах. Что должна вам сказать, сколько у нас от Елаковак Марины, распечатала себе их еще раз на всякий случай презентацию, от Елаковак Марины мы находимся в 18 километрах, то есть очень близко. И самые большие у нас виллы с частными бассейнами, они еще и 5 спален Посейдона, они еще своим турецким хамамом в номере. Не настолько пока раскручен, поэтому лучше, мы все знаем, что как только открывается отель, он стоит совершенно не тех денег, которые будут стоить в следующем сезоне. Это было с очень многими отелями в истории, также и с Мэттом. Поэтому просто помните о том, что вот эта новинка открыта, мы очень горды этим отелем и тем, что наши клиенты, которые уже тут побывали, они вернулись с потрясающими отзывами. Так, для оздоровления вопросы. У меня, наверное, все-таки это последний, я надеюсь, да, это последний отель. Я постараюсь в пятницу вас побыстрее отпустить от себя. Напомню, что мы ждем вас в пятницу для того, чтобы пообщаться на тему Стамбула и Каппадокии. Каппадокия сейчас безумно популярна, но сейчас не сезон, поэтому мы готовимся к предстоящему сезону, который начнется у нас в сентябре. Слушайте наши, ну, скажем, смею, не надеяться, познавательные для вас новинки и полезности всякие разные. Еще раз спасибо вам огромное за ваше уделенное время. Что вы пишете мне? Что-то пишете? Спасибо вам огромное. Мне было очень приятно со всеми и вам спасибо. Мне было очень приятно поделиться с вами своими впечатлениями о регионе. Искренне надеюсь, что вы, возможно, узнали что-то новое для себя и полезное. Всем вам приятного дня, классных бронирований и продаж не только по-бодру, но и вообще всеми направлениями, которыми вы занимаетесь. Спасибо вам большое. До встречи через день, буквально уже, да, в пятницу.